добрый день друзья у нас сегодня третья серия нашего сериала про SQL и теорию вероятностей я вас приветствую у микрофона как обычно Фёдор Самородов и на экране вы видите мои контактные реквизиты если вам понадобятся слайды или примеры из этой лекции то как обычно пишите я вам все пришлю напомню что в этом сериале мы занимаемся описательной статистикой то есть переходим от детальных атомарных данных к каким-то сводным агрегатным характеристикам которые позволят нам сделать интересные выводы опираясь на наши данные мы уже неплохо продвинулись в этой области и если вы не смотрели две предыдущих серии то сейчас наверное лучше поставить на паузу и найдите на ютюбе первую вторую часть посмотрите сначала их наверное через пару серий мы переименуем этот цикл в SQL и математическую статистику потому что в статистику мы уже углубились и дальше будет только хуже еще пару серий под старым названием запишем и так о чем у нас пока идет речь в течение этой истории мы пытаемся описать наши данные при помощи нескольких каких-то простых показателей и в первой серии мы занимались изучением центра распределения рассмотрели там медианы средние значения во второй серии изучили разных фантелей и нашли некоторые применения а сегодня будем говорить про вариацию показатели разброса в первой серии мы выяснили что есть несколько способов вычисления среднего значения и все они не одинаково полезны где-то имеет смысл применить медиану где-то среднее значение это разные вещи это важно в общем при помощи этих показателей мы научились правильно оценивать среднее значение центр распределения какой-то величины во второй серии мы изучали форму этого распределения и расположение интересующие нас позиции в нем квант или процент или децили и тому подобное это все мы изучали во второй серии и в общем то если мы посчитали процент или и все прочее что мы во второй серии изучали то про формуу распределения нашего мы наверное знаем уже достаточно но часто такое подробное изучение формы не требуется часто хочется в виде какой-то одной простой величины получить показатель разброса и сегодня мы об этом будем говорить тема сегодняшнего занятия это оценка вариации разброса распределение нашей величины зачем это нам нужно ну во первых просто чтобы знать форму распределение чтобы представлять где сконцентрировано больше значений где меньше во вторых это имеет чисто практический смысл дальше следующих сериях мы будем моделировать разные интересные процессы и проверять статистические гипотезы и в этих случаях очень 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 широко будет использоваться вариация показатели вариации будут нам нужны постоянно и это главная причина по которой мы эту тему изучаем плюс еще один на практический смысл имеет знание вариации распределения о нем я расскажу дальше в этой лекции и так мы знаем уже среднее значение и теперь хочется знать насколько сильно значение величины которые мы изучаем размазаны самый простой способ оценки самое наверное первое что приходит в голову это то что называется размах вариации это всего лишь расстояние между минимальным и максимальным значением это очень легко вычисляется и на исходит в том числе но к сожалению это величина не имеет никакого практического смысла она ничего нам не дает и очень неустойчиво появление какого-то одного значения в начале или в конце распределения сразу сдвинет размах и о распределении плотности наших значений конечно мы ничего сказать не можем поэтому на практике никто никогда этот показатель не применяет его обычно упоминают литературе что вот есть такой способ но на практике он никогда вам не пригодится есть способ измерить размах разброс распределения более точно и получить более устойчивую величину помните когда мы в первой серии оценивали среднее значение центр распределения мы выяснили что самый устойчивый показатель это медиана самая лучшая характеристика примерно такими же свойствами обладает среднее квартильное расстояние или интерквартильный размах это расстояние между квартелями ну или усредненное расстояние от медианы до обоих квартелей этот показатель считается похожим образом ну примерно как медиана и он хорош тем что он очень устойчивый его сложно сдвинуть то есть появление каких-то случайных выбросов в начале в конце распределения даже если их несколько все равно эту величину не сдвинет эта величина очень устойчивая и это наверное самая лучшая характеристика для оценки разброса значения величины обычно они говорят как о расстоянии между квартелями ну или если вы видите в литературе среднее квартильное расстояние это всего лишь навсего означает интерквартильный размах деленный пополам среднее расстояние от медианы до двух квартелей это величина самый лучший показатель лучше ничего не придумано однако как ни странно чаще всего в литературе упоминается используются совершенно другие показатели а вовсе не этот также обратите внимание с медианы случилось медиана самый лучший показатель центр распределения хороший устойчивый но почему-то используется обычно не он и в языке искали как мы выяснили даже нету нормальной готовой функции для его вычисления в математической статистике постоянно используют среднеарифметическое математическое ожидание это среднее значение как мы выяснили в первой серии имеет массу недостатков она в том числе неустойчивая но почему-то статистике используется именно но а дело в том что среднее значение обладает интересными математическими свойствами которые бывают крайне полезны и это даже часто перевешивают удобства медианы например представьте что у нас распределенная база данных и в нескольких отдельных базах на нескольких компьютерах нескольких узлах как говорят когда речь идет о распределенных вычислениях мы храним наши большие таблицы то есть часть данных лежит на одном компьютере часть на втором часть на третьем и вот мне хочется посчитать среднее значение по какой-то колонке это можно сделать распределенным образом нужно на каждый из серверов отправить запрос вычислить количество строк и среднее значение обычное среднее арифметическое если мы среднее арифметическое с каждого компьютера получим то можно легко получить общее среднее значение только не пытайтесь при этом усреднять среднее арифметическое получится какая-нибудь ерунда надо считать среднее вот по такой вот формуле то есть усредняем значения во всех трех таблицах и потом уже средних вычисляем среднее вот это одно из преимуществ среднего арифметического с медианой такой фокус не прошел бы если бы мы получили с трех разных компьютеров три медианы то свести их в одно в одну оценку никак не получится и дальше мы узнаем что среднее арифметическое в математической статистике имеет очень много применений интересных и благодаря своим уникальным математическим свойствам она всплывает практически в каждой формуле вот по этой причине гораздо чаще среднее арифметическое используется чем казалось бы более удобная медиана такая же история с показателями вариаций интерквартирный размах это очень удобная штука точная но к сожалению она не обладает теми самыми свойствами которых я говорю есть показатели которые вроде бы не такие точные не такие удобные но зато на их основе можно строить более сложные статистические тесты более сложные вводить формулы интересные и они чаще всего используются именно они реализованы в виде встроенных функций в языке SQL вот о них дальше мы и поговорим как обычно бывает лучше всего что-то новое звучать на примере давайте возьмем для оценки распределения вот такой пример я зашел на яндекс маркет и посмотрел сколько в москве в рознице стоит телефон nokia 222 получил вот такую табличку для удобства я взял всего пять строчек чтобы можно было вручную все посчитать и проверить вот такие цены в московской рознице и давайте попробуем что-нибудь из этих цен получить ну во первых сразу можно посчитать среднее значение это будет несложно давайте я параллельно буду те же самые действия выполнять в менеджмент студии эта табличка у меня есть в базе данных и сейчас я посчитаю среднее арифметическое и все остальное итак вот эта табличка с ценами на телефон для начала сделаю из нее select вот так ну и несложно посчитать среднее значение цены сколько в среднем этот телефон стоит в москве вот столько 3558 теперь давайте оценим разброс цен разброс цен на телефон может быть большой может быть маленький и его хочется получить все таки в виде какого-то одного числа которое потом в дальнейшем можно будет понятным образом интерпретировать и каким-то удобным образом использовать дальнейших вычислениях в дальнейших формулах как мы можем поступить если мы визуально представим цены всех телефонов на графике то увидим что они иногда больше иногда меньше отклоняются от средней цены иногда вверх иногда вниз и отклонение от этой средней цены от этого среднего арифметического можно измерить вот так давайте а параллельно это повторю в языке с к я выведу список цен и отклонение цены от среднего арифметического величину вот этого отклонения можно попробовать как-то усреднить и таким образом мы будем представлять насколько широко разбросаны цены если мы просто попробуем отклонение цены усреднить то к сожалению получим всегда 0 потому что средняя арифметическая у нас уже учитывает все вот эти отклонения и естественно на тонную средняя арифметическая чтобы их усреднять поэтому отклонение от него конечно в среднем даст 0 но можно поступить хитрее можно посчитать среднее отклонение по модулю вот так вот это уже интереснее мы получили величину которая показывает насколько в среднем далеко в любую сторону вверх или вниз отклоняются цены на вот этот телефон на 338 рублей обратите внимание что здесь хорошо этот показатель он легко вычисляется вот по такой формуле и он имеет подходящую размерность то есть он измеряется в тех же величинах что и процесс явления которые мы анализируем ну то есть в рублях 338 рублей это среднее отклонение цены такая величина имеет даже научное название по научному это называется среднее абсолютное отклонение но к сожалению это величина тоже не обладает вот этими магическими свойствами математическими которые позволили бы использовать ее дальше в более сложных выражениях поэтому в масс-статистике это не используется зато используется другая величина которая усредняет не модули отклонения цены а их квадраты давайте разницу между ценой телефона и средним значением возведем в квадрат вот так и усредним вот это число чаще всего будет использоваться в дальнейшей нашей работе и в математике она вам чаще всего будет встречаться она называется дисперсия дисперсия это средняя между квадратами отклонений от среднего значения такая величина тоже относительно легко вычисляется и кстати в скуле для нее даже есть специальная функция вот такая бар по дисперсия цены вот так видите функция варп вернула мне то же самое что я посчитал вручную повод этой формуле этот показатель хороший в том смысле что на базе него можно строить всякие интересные теории математические но у него тоже есть небольшой недостаток в чем он измеряется он измеряется ну вообще-то в непонятно чем это квадрат тех единиц которых измеряется наша величина это плохо потому что значение дисперсии сложно интерпретировать то есть если вы человеку скажете что дисперсия равна вот такому значению то скорее всего он не поймет это хорошо или плохо пока мы работали с средним абсолютным отклонением было понятно что в среднем в среднем цены московской рознице на телефон отклоняются на 338 рублей а если вы скажете заказчику что вот дисперсия 154 тысячи то скорее всего он ничего не понимает потому что это 154 тысячи каких-то непонятных квадратных рублей чтобы устранить этот недостаток обычно для оценки используют корень из этой величины он называется средне квадратичное отклонение и для него тоже есть специальная формула давайте я посчитаю корень из дисперсии сначала вручную вот так корень из дисперсии 393 рубля вот эта величина она уже в рублях измеряется но такую формулу с корнем нет смысла писать потому что есть специальная функция в языке с коль ст дэв по которая считает то же самое ст дэв потому что по-английски это называется стандарт девиэшн стандартное отклонение ну а по-русски обычно мы говорим средне квадратическое отклонение и это величина удобно потому что она выражена в тех же единицах что и цены то есть рублях и это уже понятно чисто по-человечески ну а во вторых она связана с дисперсией возведением в квадрат что позволяет эту величину также активно использовать во всяких хитроумных математических выражениях эти две функции для вычисления дисперсии стандартного отклонения есть во всех версиях из коль сервера и пользоваться ими очень просто они работают как обычные агрегатные функции также как в г мин макс каунт также можете использовать однако если мы посмотрим в справочник функции то мы увидим что в языке с коль на самом деле есть две функции для вычисления дисперсии и две функции для вычисления средне квадратического отклонения они отличаются наличием с или отсутствием буквы п на конце кроме того если мы посмотрим на научный калькулятор помните такой был раньше популярное приспособление то скорее всего тоже найдем там две разных кнопочки которые вычисляют дисперсию и одна из них будет помечены индексом n другая будет помечена индексом n минус 1 ну и в статистических программах тоже вы найдете обязательно везде две таких вот функции для вычисления дисперсии дело здесь вот в чем в примере который сейчас я показывал я использовал ведь не все значения цен а только небольшую выборку из значений если вы считаете по этим формулам дисперсию или отклонения на небольших выборках то величина получается всегда меньше чем должна быть вот посмотрите пример в прошлой серии мы работали с табличкой в которых в которой учитывали зарплату сотрудников давайте посмотрим какова дисперсия и отклонения зарплаты сначала я возьму всю табличку напомню у меня там миллион строк то есть довольно таки большой набор и и могу посчитать среднюю зарплату вот так вот ну и естественно дисперсия и среднеквадратическое отклонение вот посмотрите дисперсия зарплаты а вот среднеквадратическое отклонение вот это правильная величина действительно 156 рублей это среднеквадратическое отклонение зарплаты а теперь представим что мы не имеем доступа ко всем этим сотрудникам ко всему миллиону а у нас есть только небольшая выборка математической статистике это обычное дело статистика работает не с генеральной совокупностью не со всеми всеми возможными значениями а с небольшими выборками и большинство статистических теорий направленная как раз на то чтобы по значением из небольшой выборке сделать какой-то вывод о всей генеральной совокупности ну то есть взять из миллиона сотрудников, допустим, случайным образом 10 или 100 и опросить, какая у них зарплата. И на основе этих данных сделать выводы, желательно поточнее, о всей генеральной совокупности. Давайте посмотрим, что будет, если мы будем опрашивать не весь миллион сотрудников, а возьмем, скажем, 10 сотрудников случайным образом. Итак, вот такие у меня получились значения по всей генеральной совокупности. А если взять небольшой набор, то посмотрите, что изменится. Допустим, 10 сотрудников случайным образом мы опросим. Только учтите, что выборку надо готовить по возможности случайно. Поэтому я добавлю сортировку по UID. Если вы хотите, чтобы эта выборка адекватно отражала реальность, надо постараться максимально ее перемешать. Итак, смотрите. Средняя зарплата получается 169 рублей. И когда мы оцениваем выборку из 10 сотрудников всего лишь, мы получили достаточно точное приближение. Мы получили 148. Это очень похоже. А вот дисперсия на порядок меньше. И отклонение тоже на порядок меньше. Оно вообще получилось двузначным, а не трехзначным, как должно быть. Давайте еще раз попробуем. Запускаю снова. Теперь 10 других случайных сотрудников. Математическое ожидание, опять же, более-менее попадает. А вот дисперсия и отклонение не очень. Конечно, здесь важно, чтобы выборка была действительно случайной. Но и размер выборки тоже имеет значение. В маленьких выборках, особенно в маленьких выборках, дисперсия и среднеквадратическое отклонение всегда получаются смещенными. Они получаются меньше, чем есть на самом деле. Просто потому, что значений, которые мы оцениваем, получается меньше. И их среднее отклонение от мат ожидания тоже, естественно, получается меньше. То есть дисперсия получается такая, смещенная. Как с этим бороться? Ну, можно брать выборку побольше. Например, не топ-10, а топ-100, к примеру. Немножко поточнее теперь будет считаться среднее значение. Ну, а главное, уже больше похоже будет на реальную дисперсию и среднеквадратическое отклонение. Чтобы еще лучше попасть, можно еще побольше сделать выборку. Если, конечно, есть такая возможность. Ну, а если такой возможности нет, то надо просто учитывать, что мы работаем не со всей генеральной совокупностью, а с выборкой. И для этого используется специальная поправка. В математической статистике эта поправка вносится в формулу вычисления дисперсии и, следовательно, среднеквадратического отклонения. Эта поправка очень простая. Дисперсия – это среднее значение квадратов отклонений. Подставим вместо дисперсии формулу, по которой мы ее вычисляли. Вот так. Среднее значение давайте возьмем для упрощения 169, чтобы не усложнять исколь запрос. Представим, что мы его уже знаем. А сама функция вычисления среднего значения – это не что иное, как сумма, деленная на количество штук. В знаменателе я написал count, и вот сюда, в этот знаменатель, вносится та самая поправка. Если мы работаем не со всей генеральной совокупностью, а с небольшой выборкой, то мы просто уменьшаем знаменатель на единичку. В математике это называется несмещенная дисперсия. Обратите внимание, что поправка всегда минус 1. Она не зависит от размера выборки. И это важно, потому что чем меньше мы взяли выборку, тем больше она даст эффект. То есть, тем больше она сдвинет вверх полученное значение. Вот такой вот несмещенной дисперсии. Если вычислять дисперсию по такой формуле, то она будет у нас немножко больше и будет более точно отражать, более точно приближаться к реальной дисперсии. Вот по этой формуле и вычисляется дисперсия по выборке. В языке SQL это функция var. И аналогичная поправка, естественно, есть в функцию вычисления среднеквадратического отклонения. Тоже просто убираем суффикс p. И таким образом, даже на маленьких выборках, мы будем получать уже более точные приближения. Хотя, конечно, выборка из 10 человек для генеральной совокупности в миллион, наверное, маловато. Ну, желательно хотя бы 100 человек опросить. Чем больше мы будем делать выборку, тем точнее, наверное, будет у нас получаться оценка. Ну, и тем меньший вклад, это минус единичка, в знаменателе будет вносить в итоговый показатель. Кстати, я говорил, что еще есть один практически смысл в дисперсии. Вот как раз в том он и заключается, что знание дисперсии позволяет более точно определить размер выборки. Вот мы хотим оценить зарплату миллиона сотрудников. А сколько человек из них нужно опросить, чтобы получить достаточно точную оценку? Это зависит от нескольких параметров, и в том числе это зависит от дисперсии, от разброса зарплаты. Если разброс зарплат маленький, то не обязательно устраивать опрос по большой выборке. Достаточно 10, 20, 30 человек опросить и все. А вот если разброс зарплат большой, то есть дисперсия этой величины большая, то тогда, наверное, лучше выборку взять побольше, чтобы получить достаточно точную оценку. Итак, вот зачем на калькуляторе две кнопки. И обратите внимание, вторая кнопка обозначена суффиксом n-1. Если мы имеем в таблице уже всю генеральную совокупность, то считаем дисперсию по обычной формуле var p. p это population по-английски. А если делаем лишь выборку из таблицы, небольшую, и на ее основе считаем дисперсию, то используем формулу с n-1. Это несмещенная дисперсия. Вот так. Кстати, теперь вернемся к самому первому примеру, когда мы оценивали разброс цен на телефоны в Москве. А правильно ли я сделал, что посчитал дисперсию по обычной формуле? По формуле var? Ведь телефон продается не только в этих пяти магазинах. Наверняка в Москве есть еще очень много мест, где можно купить этот телефон. Но я их в расчетах не учитывал. Вот обратите внимание, Яндекс.Маркет говорит мне, что есть еще куча других предложений интернет-магазинов. А это значит, содержимое моей таблички, пять строчек, это была всего лишь выборка. И надо было считать, наверное, разброс цен на телефоны с учетом поправки, используя несмещенную дисперсию. Давайте это исправим. И заодно давайте посмотрим, какие будут различия. На маленьких выборках различия всегда более заметны. Итак, вот я считал дисперсию и отклонения по формуле, которая предназначена для оценки всей генеральной совокупности. А если бы я использовал формулу для выборки, посмотрите, какая была бы разница. Вот видите, что получается среднеквадратическое отклонение цены не 393, а 439. На 50 рублей больше на самом деле эта оценка. И если бы я собрал все цены в городе и посчитал бы отклонение, то оно было бы наверное ближе к 439. Так что, пожалуйста, учитывайте этот факт и всегда делайте выбор между этими формулами на основе того, с чем вы работаете. С реальной полной генеральной совокупностью или всего лишь навсего с выборкой. Если не уверены, лучше используйте формулу с поправкой. без суффикса P. Ну, а на больших выборках все равно разница будет очень небольшая. Итак, мы еще два показателя ввели для оценки разброса величины. Это дисперсия, среднеквадратическое отклонение, и они будут вам встречаться в жизни чаще всего. Среднеквадратическое отклонение, конечно, удобнее, потому что оно выражено в тех же величинах, что и наблюдаемый процесс, то есть в рублях. Теперь давайте озадачимся таким вопросом. А как правильно сравнить разброс двух величин? Ну, допустим, мы сравниваем зарплату в разных странах. опросили сотрудников, построили графики и видим, что, ну, они как-то похожи. Как правильно эти две величины сравнить? Алгоритм такой. Если вы сравниваете две величины одной природы, то есть и то, и другое зарплата, или и то, и другое зарплата в области IT, то тогда вы можете использовать формулы, которые выражены в тех же величинах, что и анализируемый процесс, ну, то есть в рублях. Если же вы сравниваете величины разной природы, ну, например, зарплату и стоимость недвижимости, вроде бы и то, и другое выражено в рублях, но разница огромная, и если считать дисперсию или отклонение, то разница тоже будет чудовищная. Или если вы сравниваете величины вроде бы одной природы, но в разном масштабе, ну, например, цены на велосипеды и цены на автомобили, тоже разница в дисперсии будет огромной, и сравнить разброс так в лоб не удастся. Так вот, если вы используете, если вы сравниваете величины одного порядка одной природы, то используйте все те функции, которые мы сейчас освоили. интерквартирный размах, конечно, лучше всего, ну, или дисперсию, или отклонение. Если же это величины разные и масштаб несоизмерим, то тогда такие параметры для сравнения использовать нельзя. Разница будет на несколько порядков, и она вам, опять же, ничего не скажет. Специально для этой задачи, для ситуации, когда вам нужно сравнить разброс принципиально разных величин, придумаем коэффициент вариации. Коэффициент вариации это тоже показатель, который характеризует разброс, но он безразмерный, и он не только безразмерный, он еще и приведен к единому масштабу, поэтому можете сравнивать цены на недвижимость, на самолеты и на сигареты, и это сравнение будет корректным. Этот коэффициент вариации считается вот по такой формуле. Это среднеквадратическое отклонение, деленное на среднеарифметическое. Ну, или если принять во внимании физический смысл этой величины, то можно сказать, что это доля, которую составляет разброс от среднего значения. Разброс цен на недвижимость составляет столько-то процентов от среднего значения. Разброс зарплат составляет столько-то процентов от средней зарплаты. Эта величина выражена в долях или в процентах, и поэтому можно сравнивать по коэффициенту вариации величины разных масштабов. Для языка SQL не сделали специальной функции для вычислений коэффициента вариации, но поскольку у числителей и знаменателей стоят уже готовые агрегатные функции, вы можете легко это вычислить. Посмотрите на пример. Вот табличка, в которой собрана статистика, вымышленная, конечно, по зарплатам в разных странах. Давайте посмотрим, что там. Сгруппируем по стране и для каждой страны посчитаем среднюю зарплату. Вот три европейских страны и вот такая там средняя зарплата. Мы, к примеру, собираемся в одну из этих стран отправиться на стажировку, поработать там немножко и где же будут лучшие условия. Видим, что средняя зарплата вроде бы лучше в Австрии, но вообще-то надо же принять во внимание еще и разброс этой зарплаты. Давайте посчитаем отклонения. видите, как удобно иметь дело с агрегатными функциями. Они легко раскладываются по группировке и вообще с ними работать очень просто. Так, и тут мы вдруг вспоминаем, что в этой стране мы не только будем зарабатывать деньги, но и тратить. и например захотим там купить недвижимость. Давайте посмотрим, какой там разброс цен в этих же странах по ценам на недвижимость. Если мы будем использовать обычные функции для оценки среднего значения и разброса, то полученные результаты нам ни о чем не скажут, потому что цены на недвижимость отличаются зарплаты вот аж на три порядка. Ну, вроде я посчитал и среднее значение и разброс, а как же их между собою сравнить? А теперь давайте одно на другое поделим. Это и будет коэффициент вариации. Среднее квадратическое отклонение делим на математическое ожидание. и вот теперь получим результат в процентах или в долях, которые можно между собой уже сравнить. Ну, вот, мы видим, что самый большой разброс зарплат у нас в Австрии, а вот разброс цен на недвижимость там не самый большой, в Германии больше. Вот таким образом можно сравнить запрос разброс для показателей совершенно разного масштаба. Итак, у нас уже достаточно много накопилось вот этих показателей вариаций. Давайте еще раз их вспомним. Итак, вот шесть основных показателей, а если вы почитаете учебники по математической статистике, то там еще в несколько раз больше этих показателей вы найдете. Но для практических задач, те, которые вы видите на экране, их вполне достаточно, даже, наверное, слишком много. Итак, размах вариаций, это разница между минимальным и максимальным значением, он совершенно нам никогда не пригодится, просто его для галочки отметим. Самый лучший показатель это интерквартирный размах. он очень устойчивый и сразу же считается в удобных единицах измерения. И он лучше всего подходит вам, если вам нужно оценить разброс, оценить вариацию и больше ничего. Так же как медиана, если вам нужно просто оценить среднее значение и ничего с ним дальше не делать, то медиана лучше всего. если же вы хотите не просто оценить разброс или среднее значение, а дальше на основе этих показателей строить какие-то теории, какие-то еще вычисления, гипотезы проверять или моделирование проводить, то тогда ни медиана, ни интерквартирный размах нам не подойдут. Надо переходить к более сложным значениям. Среднее абсолютное отклонение тоже вроде бы простая величина и выражено в простых понятных показателях, но тоже не годится для применения статистических тестов и проверки всяких статистических гипотез. Если нужно двинуться дальше и на базе показателей вариации среднего значения чего-то еще рассчитать, то либо дисперсия нам подойдет, она используется очень широко в математической статистике, практически в каждой формуле обязательно есть вот эта самая дисперсия. Ну, или корень из нее приведенная дисперсия, приведенная к удобным единицам измерения, к тем же в которых измеряется наблюдаемый процесс, это среднеквадратическое или стандартное, как говорят американцы, отклонение. Для его вычисления тоже есть встроенная функция и даже две. и поскольку связана эта величина с дисперсией простым возведением в квадрат, она тоже очень широко используется в мат-статистике, ну, и чисто по-человечии можно ее понять, потому что она выражена в тех же единицах, хотя она, конечно, будет побольше иметь значение, чем абсолютное отклонение. И последний показатель на сегодня это коэффициент вариации. Он вычисляется более сложно, как дробь, среднеквадратическое отклонение, дленное на среднее значение, и он нужен только в том случае, если вы собираетесь сравнивать разброс разных величин между собой. Обратите внимание, что вычисления всех вот этих величин, которые мы сейчас использовали, делаются гораздо проще, чем то, что мы делали в прошлой серии, чем вычисления процент, или кварт, или и так далее. Все эти величины вычисляются при помощи простых агрегатных функций, и это очень здорово, следовательно, они будут работать и побыстрее, и эскольд запросы будет выглядеть попроще, и таким образом, мы теперь можем легко оценить форму распределения, и дальше использовать в следующих сериях эти показатели для уже более интересных вещей, для моделирования, для построения вариантов моделей, и тому подобного. Под конец предлагаю вам домашнее задание. В новых версиях SQL сервера вот эти агрегатные функции, которые мы сегодня узнали var, warp, stdev и stdev объявлены оконными, то есть к ним можно добавить суффикс over, в котором можно задать окно, над которым производить вычисления. Как вы думаете, а для чего это может нам пригодиться? Какой вообще смысл считать дисперсию или отклонение в оконном режиме? Пожалуйста, предложите какой-нибудь пример, где это могло быть полезным, и напишите в комментариях к этому ролику, что смогли придумать. Ну, а мы с вами таким образом уже умеем оценивать среднее значение, вариацию и определять нашу позицию в распределении. Однако, самое интересное нас ждет в следующих сериях. Подписывайтесь на наш канал, мы будем строить вероятностные модели, проверять статистические гипотезы и решать другие практические задачи. Все, как обычно, только на чистом SQL, так что оставайтесь на связи, будет интересно. Не забывайте добавлять меня в друзья, адреса вы видите на слайде и подписывайтесь на мой канал на YouTube. Спасибо за внимание, до новых встреч!